Приветствую вас, ребятки и девчата! С вами Ярик, и мы продолжаем прохождение игры в Артелс. В предыдущей серии мы спасли беженца. Вот, он находился в локации Заброшенная башня. И мы привели его в город и отдали его на службу кузнецу. Собственно, то, что он нас просил, на нас напали вот те, кто его разыскивали. Но мы с ними расправились, попутно уничтожив врагов здесь, вот, по контракту. И вернулись благополучно в город. Что ж, сегодня мы попробуем разобраться, что у нас тут. Но это связано с предыдущим заданием. Кто-то захотел с нами встретиться. Вот, и посмотрим вот это самый, получается, да, тяжелый квест и все, что тут есть по найму. Это просто гильдия наемников. Вот, и посмотрим, насколько будет сложно. Но, если будет сложно, минуем его, и потом наберемся силы и вернемся туда. Что ж, продолжаем. Ах да, мы взяли специальные навыки, которые позволяют нам быстрее перемещаться. Вот, собственно, еще раз покажу. Тренировка выносливости и марафон. То есть, 5, ну, на 15% быстрее. Хотя написано, что это приказ, может, как-то надо использовать. Я думаю, это пассивное умение. Ну, если что, покопаемся, посмотрим потом, как. Раздвигаемся. Слишком много стражей, конечно. Попутно воруя еду. Я не думаю, что нас обнаружат. Все-таки умения растут. Потом сможем посерьезнее воровать, чем просто еду. Но для меня самым логичным является еда. Потому что потом нужно продать краденое. Зачем наматая наслиная шахта. А ну-ка, посмотрим, что у нас там. О, стоять, не шагу дальше. Эта соляная шахта принадлежит ее спять. Лейшество, леди Гонтра. А вы не можете просто так по ней расхаживать. Заплатить, угрожать, убедить. Попробуем убедить. Как пожелаете. Все равно соль не допудешь. Мешает пара железных жил. В толк не возьму, что вам там понадобилось. Окей. Железная руда. Можно. Ага. Выйти. А, и все. Тогда. Ну, что ж. У нас один человек без репутации. Возьмем главное дело. Вот, шахтер. Да. Возьмем. А поменять нельзя будет. А, можно. Всегда можно поменять все. Тогда это замечательно. Я-то думал, что навсегда берется. Отлично. То есть, персонаж просто может быть одновременно там шахтером и рыболовом. Вот. Все остальное там важно. Ну, допустим. Подобрать. Новичок. Подтвердить. О! Разместите указатель над кругом добычи. Нажмите, когда зеленый круг совпадет с серым. Чтобы добыть как можно больше труды. Ну, допустим. Вот. Отлично. Надеюсь, одевал все правильно. О! Хорошо. И тут у нас было вот железно. Изучите. Ну-ка. Можно соль. Ну, соль много не стоит. Зачем она нам. И вот тут еще дам. Так же, да. Так же будем добывать. У вас мила. Вроде бы по подару. Чем ближе. Тем лучше. Отлично. Мы железная руда насобирали. Отлично. В любом случае, железная руда всегда полезна. И для доспехов, и для отмычек, и для оружия. Что ж, один из самых полезных материалов. Так, ферма. Ферма, ферма. Тут у нас ничего не так разного. Двигаемся дальше. Почти дошли, на самом деле. Да, чуть-чуть вниз. Тут тоже есть железная руда, но пока у нас ее достаточно. Вот. Так, ну один почему-то стоит. Давайте-ка сохранимся. И посмотрим. Продолжим. Просто посмотрим. Видимо, какая-то великана такой жесткий будет. Но толпой его будет легче уничтожить. Ну-ка. О! Люсила. Я убью всех. Один. Хм. Пастный человек, который разыскивает за серию убийств. Уровень чемпиона. Интересно. Сейчас будет под 100 жизней. Но даже так, я думаю, мы завалим вопрос в его тычке. Интересно. Значит, вот есть такие прям жесткие убийцы. Раскачанная. Элита. Элитные враги уникальны. Могут вовремя больше одного действия за раунд. Внимательно следите за прятку, потому что подготовить стратегию. Но не такой-то и сильный вопрос. К твоему роду, чувак, тогда. Так, привезти лучника сюда. Посмотрим, мы сейчас как-нибудь взмахнет секира и минус весь отряд. Ну давай, чё. Отравим тебя. Но на него в любом случае ослабление потребуется кинуть, поэтому я пропущу ход. Чтобы не исполнить приговор. О, приговор. Нет, прицеливание. Блин, приговор. Вряд так звучит, будто бы вся смертная приговор тебе. Так, попробуем вот так вот встать. Надеюсь, он вряд ли сможет его так убить. Максимум в нокаут пусть попытаемся. В любом случае, если что, загрузимся. Сейчас дам по нему ослабление. Его удар будет менее. Так, молодушить бойцов. А, вот. Ну-ка, попробуем. Молодушить. О, сработало. Я же тоже как бы элита теперь. У меня предводитель отряда. Я не дам своих бойцов в обиду. Так, ещё нас вступить в сражение. Интересно, собьётся, класс, нет? Не факт. Ладно, конец хода, посмотрим. О, нокаут, как я и думал. При смерти боец находится. Да уж. Но, в принципе, у нас четыре бойца. Если сможем, будет замечательно. А так... Если он каждого так будет ваншот, это у нас мало очков действий. Попробуем оттолкнуть его. Так не получится. Он сейчас по-двоему ударит, как я понимаю. Будет очень жёстко. Но у меня есть пара муслишек о том, как его победить. Только не двоих. Нет. Ох, кто ж. Присмерть, я тут ещё жив. То есть, вообще, надо вставать очень аккуратно. Но попробуем сейчас. Если он будет бежать за бойцами, добивать его, то, конечно, в этом мало приятного. Это при том, что я кидал на него ослабление. Ещё нет. Он добивает будет бойцов. То есть, я не смогу даже сходить им. А, нет, смогу. Может, получится как-то его по кругу проводить. Пощади меня. Ну-ка, приговор. Ага. Ну-ка. Прицель. Нет, получится. В принципе, он будет по такой тактике работать. Этим бойцам просто в спину отбежим. К нему. Надеюсь, он сейчас нас нет. Не ударит. Хорошо. Тогда можем позволить себе. Сейчас посмотрим, посмотрим. Да. Нанесем удар. Ещё бешенство. Получая. Получая. Отлично. Почти сняли доспех. Значит, он будет так делать. Конечно, мы выиграем его. Но я сомневаюсь, что всё так просто. Так, лучником стреляем. Конечно же. Можно ещё... Ну... Да, можно. Будем всё. Всё в него давать. Всё, что получится. Хорошо. Замедление. Даже немножко встанем вот так. Мало ли, он захочет к лучнику подбежать. Много приговора нет. Снова будет настраиваться. Так. Этим бойцам точно сбежим. Сейчас, может, получится использовать другого. А получится, да. Вот это вот, кто ещё не ходил в раунде. Это же самый сильный боится капитан. Получая. Закончим ход. Много что будет делать дальше. Отойдёт. И снова прицеливание. Справимся с ним хорошо. Хотя, вот, потом он попадёт прицеливанием. Да. Ах. Проще одним тогда бойцам стоять. Серьёзно. Мы ни кем походить, по сути дела, уже не можем. Но... Ну, кем вот этим не можем? Вот этим не можем. Этот бесполезен. Этот бесполезен. Вот лучник. Всё, нет. Ничего не можем. Да, предел. Сейчас он по двоим попадёт. О! И вывел двоим нокаут. Прям с лучником стрелять по нему и убегать. Он же не ударит? Нет. Отлично. Ну, не факт, что у нас получится, конечно. Если что, перезапустим. А я попробую. Но я думаю, сейчас может тоже получится. А, нет. Нет, нет, нет. Не получится. Не ожидал, что всё будет так. Не-не-не. Он быстрее ходит. То есть надо одного бойца на него накидывать. Либо вот двоих в спину. Один спереди. Другой в спину, чтобы он не нанёс ответку. Хорошо. Перезагрузимся. Сейчас мы с ним разберёмся. Если сделать, всё очень грамотно получится. Ну, было бы у нас двоучника, конечно. Было бы проще. Очевидно. Это ещё только лёгкие уровни сложности. Тяжело. Страшно представить, что было бы. Ладно. Будем окружать. Вот он не сможет вот свой удар по двоим, если вот так его окружить. То есть один боец здесь, второй здесь. Вот. У него вот такая вот радиус удара. Попробуем? Можно не соревноваться с ним, просто будем вместить. Так, хорошо. И вот так. Закончим действие. Приговор. Да, давай замахивайся. Хорошо. Замахнулся. Так, используем нашего тяжеловеса. Вот так подойдём. А потом не должно попасть по радиусу, но вот специально так подойдём. И ударим. И ударим по нему. Вот. Это бойца, конечно... Да, он уже не сходит, поэтому... Будем вот так одним жертвовать. Чтобы он управлял в нокаут, но не сразу двоих там немножко не продумал. Так, кем-нибудь ещё можем сходить? Получается никем. Только воодушевление накинут на... Накинь, хорошо. Господи, я воодушевлю его немного. Наслабление накинулось. Но не знаю, насколько это на урон влияет, но... Надеюсь, получится. Так, этим бойцам мы ничего не делаем. Да, только вот лучником. Получается только так вставать, и то радиуса не хватает. Хорошо, давай. Сразу нокаут. Что ж, этот бойц способен поддерживать два удара. И мы сейчас будем ходить. Или не сейчас, нет, нет. Вот в чём проблема. Но будем обходить его и по двум сторонам месить. Может и получится у нас что-то с этого. Так. Ага. Всё, ничего не могу сделать. Да, на реально элитное. Сейчас он на этого в накалку начнет пустить. Нет, ещё будет держать один дэр. Всё-таки хорошо. Но поскольку этот бойц носит больше урона, пожертвовал этим бойцам. А кем мы ещё можем сказать? Вот так, да. Пусть кого-то из этих ударит. Хорошо. Ну, давай. Свой приговор, нокаут. Ага. Хочет по-двоему попасть. Но мы не дадим ему этого сделать. Опять же, можем отойти каким-то одним бойцом. Не имеет значения. Урон у нас 9-11. А, нет, он боец поважнее. Может как-то вот его рай. То есть, если боец стоит прям в центре удара, урон будет больше. Если по касательному, что повезёт, получится так. Ну, давайте проверим. Может выдержит? Так, кем-нибудь нет больше, ни кем не можем сходить. Нет. То же самое. Не факт, что мы справимся слишком сильно, всё-таки. Так, ну лучника оставим в покое. Блин. Неправильно. Вот. Так, лучника мы точно оставим в покое. Можно, конечно, так, но не получится ничего. Но так или иначе, всё равно мы его не вынесем. Можно, да. Так же пойдём со спины, нанесём оглушающий удар. Вначале ударим. Потом оглушающий удар. Но это бойца нам вынесет. Потом он займётся этим. Нам не хватит урона. Всё, швырнул. Сразу же остался вот этот, боец и лучник. Так, и мы можем сходить-то получается. А уже и никем. Да. Да, я ничего не могу сделать. А-а-а. Ха-ха. Не, он слишком силён для нас. Пока что. Ммм. Да, ну пропустим ход. Да. Тут ничего не сделать. Вынос. Нет. С ним даже бесполезно сейчас сражаться. Нужно очень хорошие доспехи. Ну что ж, тогда сразу загрузимся. И просто пойдём разберёмся, что у нас по-другому квесту. Тут его не вынесет. То есть у нас даётся действие на целый ход. А у этого чувака много действий на ход. Он просто ваншотывает любого бойца. Кроме нашего самого сильного. На право, что бесполезно сражаться с ним сейчас. Ну. Это хорошо, что даже на лёгком уровне сложности бывают вот такие вот боссы. Но на раду и пазму докачаемся, разберёмся с ним. Вот так. Вот наше убежище. Сейчас мы разберёмся, что от нас хотят. Так. Вот наш персонаж. Поговорим. Меня зовут Фаргас. Раньше я был лордом мэрм Корти. А сейчас веду за собой беженцев. Это мне бы понадобились здесь. Хорошо. Похоже, вы предпочли поддержать гражданина Тилтрена. А не наше дело. Хотел бы я изменить ваше решение. Возможно, приложив задачу стоящую вашего внимания. Я добьюсь большего, чем тысячу слов. Хорошо. Мы обустроили лагерь для сырабов на севере. Он находится на моем. Планируем. Короче, понятно. Разберёмся. Костовое задание. Да. Я там был. Просто разобраться. Посмотреть. Хорошо. Ну ладно. Отправимся сразу туда. Так, тут мы проходим. Да. Были, были, были. А если что, вернемся по этому пути. Да у нас достаточно. Тут бы хорошо вот растения, типа, собирать, чтобы зелья себе в будущем можно было крафтить, покупать. Все-таки можно, но дороговато. Волкин у нас не нападут же. Просто так. Волкин нападут только тогда, когда очень голо. Не, не, ну не надо. Зачем? Восемь волков парили. Ну с волками-то я думаю мы справимся, тем более. А еще хавчика. Восемь, да, волков. По 13 здоровья, мы справимся, да. Эх, волки-волки. Ничего вам плохого не сделало. Вы напали на меня. Ну тут как можно быстрее нужно их всех убить. Так, заканчиваем ход, а вот они на подарок. О, на капкан напал. На паровый всего ученых. Так, хорошо. Гаваим тебя сразу. Можем еще использовать действие. Мне даже, может получится зарубить его так. Раз. А, не будет тычек несколько, ну ладно, окей, я понял. Скилл перепутал. Что ж. У нас были проблемы с едой, да сама пришла к нам. Серьезно, я не охоту убивать просто так животных. На свалки сами напали, ну на нас, значит у нас нет выбора. Получаем, блин. Вот этот раненый, этот раненый. Не добежать было. Полотечение еще, да. Так, лучник, добей к этому волочонку. Прямой наводкой. Хорошо. Так, с тобой мы закончили. На том, вот так же убиваем сразу. Так, все, то мы закончили ход. Ну, кровотечение все-таки сильное, я догадаю простое. Но мне понравился этот ядовитый клинок, хорошая штука. Так, все, завершаем ход. Ага, еще. Тут не важно, на кого из них напасть. Но я бы прикрыл этого бойца. О, и добивающим ударом. Хорошо. Замечательно. Можно даже воодушевить попробовать. Вот. Хорошо. И встанем вот так, чтобы лоб напал на нашу вот эту бойца. Все-таки капитана и главный танк. И бешенство мы тебя зарубаем. Хорошо. И получили воодушевление, оно, конечно. Так. Лучник у нас бесполезен. Тут опять боец стоит напротив. Но, хорошо. Следующий ход. Да, я сразу разберемся, что чуть-чуть ремониться. Так, он еще может сходить. А, вот. Давай-ка. Поимка. Когда врага осталась меньше половины здравия, использовать цели или веревки для поимки. А, вот как. Все-таки можно животное поймать. Интересно. О, можно. У нас есть же веревка. К отряду. Отлично. Волк не помешает. Ну-ка. Все, мы поймали волгу. Исправим будет служить. А, как собачка, типа. Прикольно. Смазка. Используя создание факелов. Здесь все наудобно. Путешествовать сми. Кожа. Хорошо, нет. На животных стоит пахнуть. Все, теперь волка с нами. Отлично. Ваш отряд. Ну, хорошо. Лишним точно не будет. Изучить. А, у волка даже уровень есть. Он будет ждать вас в таверне. О, ну-ка, волка есть какие-то навыки. Силы телосложения. Конечно, волк нас будет танчить. Наша ручная собачка. А, опять инвентарь полон. А, ну да. Ладно, тут мы в состоянии дойти до лагеря дровосек. Если там что-то, что-нибудь продадим. Или просто прива устроим. Так, и чтобы поговорить. А, шеф за нас беспокоится и правильно делает. Местные шты минуты и взял злее. Они нас изводят. А гонца не отправят. Людей не хватает. Так что, что? Ага. Осторожнее. Фермеры вернулись. Фермеры? Эй, вы наемники. Сейчас вас послал начальник. Давайте, помогите нашим ребятам в лагере. Не пускайте этих придуроков сюда без проблем. О, где фермер? А, ну, конечно, мы поможем. Еле-еле тащимся. Ну, в любом случае успеем в сражение. Сейчас мы поможем. Чего вы хотите? Вам больше делать нечего, лишь бы беженцев доставать. Да будь ты хоть сам Эдор, а деревья рубить не смеем. Вы о чем? Вам. То, что с того, что мы рубим деревья, а не другие. Лес-гора свечет. Ну, короче, да. Ссора между охотниками, которые охотятся на животных, потому что мы лес вырубаем, да, и зона смещается. Тут у нас выбор. Интересный выбор, да. Либо мы за фермеров, либо мы за лесничих. Ну, блин. Мы пообещали, что выполним задание, тут независимо от того, ну, то есть, как, у нас выгод, просто выбор. Ну, раз уж меня попросили об удовольствии, и плюс я еще эколог, но я тоже понимаю и тех, и тех. Да, я эколог по образованию. Вот. Я и позицию и тех, и тех понимаю, на самом деле, оба они правы в чем-то. То есть, да, охотники тоже хотят пропитание, фермеры засаживают, тоже выращивают блин. Так, я надеюсь, я правильно сделал это. Это у нас бешенство, ну да, надеюсь, правильно. Ну. Интересная будет битва. Главное, волка не потерять. Так, этих мы должны защищать. Так, давай-ка мы тебе второго вонем. Ааа, со спины подошел хулиган. Ну, тут мы его прикроем в любом случае. Он сам за себя сможет постоять. Хотя нам даже некуда двигаться. Ну да, тогда прикроем. Получаем. Водушевлять нам сейчас некого. Давай. Только лучника не трогай моего. Нет, не смертельно. Что ж, один на один, один на один. Хорошо. А, вот лучник. Ну, ты что-то будешь делать, ну, ты не можешь. Ты же по-своему мог бы попасть. Но все-таки он рискнул стрелять. Хорошо, лидерское вдохновение. Давай. Хорошо, красава. Ну, это так и так погибнет. Нам надо разобраться с остальными. Получай. Получай, 15-й ром. Крутяк. Получай, нашел бойца-то вдвоем вместе. Это не очень хорошо. О, а Волк сам уходит. Окей. Ну, там, да, была способность. То есть, вот это вот имелось в виду, что мы отдаем команду. А так он будет действовать. О, какая долгожданная встреча. Ну, новая. Лучник против лучника. Так, хорошо. Поможет нам добить. Ну, еще сразу же воодушевление накинуть. Ну, да, 8. Ну, и что ты будешь делать, лучник? Постреляемся? Ну, давай, постреляемся. Давай. Мои стрелки помощнее будут. Вот, сразу ваншотного. А, вот еще один лучник. В тумане войны не видно. Это прикольно сделано, на самом деле, что метель, ничего не видно. Собственно, сейчас как раз-таки зима у нас. Как мне не нравится, что это у бойца вместе вдвоем. Ну, а сейчас мы уравняем шанс. О, все, оторванули. Не, Атушке, я вас не отпущу. Вы сами на нас напали в каком-то смысле. Устроили тут разборки свои. От награды я никогда не откажусь. В парень будете думать, на кого нападать. Давай, волчонок, азербео. Красавчик, хорошая собачка. Ну, так собачка, волки и собачки. Только чуть-чуть побольше. Все. Ну, лучник. Час расплаты пришел. Тут еще и вы мне поможете. Хорошо. Просто замечательно. Ну, вот так вот покачаемся и потом нападем на того буга. Все-таки интересно сражаться с легендарной добиванием. Яху. Все. Славная победа. Опять же, у нас много всего сейчас придется продавать. Так, разумеется, все члены. Мы исцеляемся. Забираемся. Продолжить. Так, мы же, что мы теперь с вами поговорим. А я вам продам всяких вам. Шлязь народов столько много весь. Так, поговорить. Наемники. Вы для нас такие же герои, как и Тули. Боюсь даже представить ярость этих созданий. Если вы беженцы срубили хотя бы одно дерево, примите в знак благодарности. Разумеется, хавчик нам пригодится. Отлично, мы все ближе и ближе к выполнению этих заданий. Когда, наверное, заполниться до сотки, можно будет переместиться дальше. Так, эпикируем нашего бойца. Там, где у нас лучник-охотник. Вот. Так. Сейчас. А, ловкость. А это у нас ловкость. Больше, конечно. Все. Замечательно. О доспехе, броня и движении. Движение. Ну да, для лучника это важно. Хорошо, теперь мы от тебя... А, мы можем тебе это продать. Сейчас поговорим с другими. Поговорить. Не получится продать. У меня не хочется выбрасывать. Ах. Я думаю, привал строить надо. О, да. Остатки много весят 7. Попробуем сейчас за счет этого его учать. А, пирог. Пирог тоже много весит. А, эти... Не близко. Сколько-то до ближайшего города. М-м-м-м-м, да. Тогда вот так вот переместим. Сейчас просто еще нибудь выбрасывать. Для начала устроим привал, чтобы бойцы отдохнули. Попробуем использовать. А, тут нету, но тут с алхимией нельзя заняться. Можно попробовать перекрафтить, конечно, отмычка фокин. А, вот. Котел, например, скрафтить уже хорошо. М-м-м-м. Да, продолжить. Так, где у нас котел? А, вот. Разместить в лагере. Хорошо. То есть, новая профессия, да. Кулинария. Кто у нас там вор? Так, 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 так. Вот. Ты будешь и поваром по совместитель. А, вот. Не-не-не-не-не-не. Все-таки опыт тогда теряется. Понятно. Нам нужны еще бойцы для различных специализаций. Хорошо. Использовать. Так. Ну, тут придется кушать то, что весит больше всего. Ну, да. Остатки-то, разумеется. Ну, да, волчатина и фасоль. Сначала волчатину. Хорошо, что у еды нет срока годности. А, все-таки будет слишком много. Хорошо. Попробуем добавить. Ай, хищника. Ну, это понятно у нас. Отдохнуть. Отдохнуть. Отлично. Сейчас будете счастливы получили. Хорошо. Вот мы еще получаем влияние за счет отдыха. А, и все, игорь снизился. Замечательно. Может даже получится в город заглянуть. Надо все это продать, но не в город, а в деревню, а в какой-нибудь. Вот так мы тут уже ходили. Вот, куда-нибудь. Вот, хотя там будет торговца, в любом случае, мы сможем продать. И в любом случае нужно лошади, серьезно, просто. А конюшня у нас была. Вспомнить бы еще где. Да, вот здесь, вот отлично. Туда точно заглянем после креста. Потому что все время ходить с полным инвентарем. Такое все, ведь, смотри, у нас не так-то и много всего. Лишние лошади не будут. Бесполезно. Так, ну что, торговцы, мы с вами поторговать. Поторговать. Да, да. Я тоже мечтаю с тобой поторговать. Продать. И лук продать. Хорошо, уже освободилось место. Ну, поскольку повара долго не будет, пшеница мы тебе точно продаем. Подно дерево мы тебе продадим. Растения могут быть еще полезны. Все-таки крафтить мы будем. Можно же продать. Вот так, ну, ничего и не весит. Ну, давай продам. Так, железная руда. Ну, оставим ее в принципе место еще хватит. Только у вас по анатомии. Написано, без девушки хорошо. Так же продаем песчаник. Тоже. Пока что нам это не нужно. У нас бойцы не прокачаны на крафт. Так, хорошо. Клык хотя бы не требует уголь. Давай мы тебе продадим. Все, более или менее шкурка много весит. Но не страшный фасоль. Да, и да, много весит. Но не четыре дня. Хорошо. Так, может ты можешь что-то предложить сам? Нет? Ничего интересного. Материал или подчинки у нас еще много. Хорошо. Так, тогда попробуем вот эта мышка на это красивое логово. Так, это вот ворота. У нас из-за которого не пустят. Так, давайте-ка сохранимся. Ребятки, мало ли что будет. Написано, что средняя угроза, но мало ли. Давай, давай, бычок. Но кабанчики, ну посмотрим, насколько они сильны. Но кабанчик должен быть посильнее. Наверное, волка. Так. Ненамного на самом деле. Думаю, мы сейчас спокойно с ними справимся. Главное, чтобы нашего волка не убили. Хоть я хочу использовать его как в танк и вкачаю, но жертвовать им очень не хочется. Так, это пока ставим. Хорошо, давайте-ка, кабанчики ходите. Ну, сразу на моего лучника. А, утреву ровно всего лишь. А ты тоже по-три... Ну, общение критичное. В принципе, ослабевающее удар должен... Может быть, и убьет, если повезешь. Не, не повезло. Ну, конечно, воодушевление так же использовать. Очень больше бойцов, тем лучше. Там было сказано об этом. Так, закончим. Не, ну, не от моего волка, ну, не от бедного волчонок. Сейчас с этим я думаю, кабанами разберемся, со всеми разберемся. А вот тут у нас, конечно, выбор. Выйдем из боя, получим урон. Давайте посмотрим. И вот он нанесет нам урон, но мы можем сбежать. А, вот, и в упорно-жестреную дню. Хорошо тогда. Оттолкнем тебя еще в бросающем. Получай. И еще отбежим от тебя подальше. И закончим уход. Еще вот эти кабанчики остались. О, на капканчик попалась. Это хорошо, что они попадаются на капканы. А, тут у нас еще бойцы же. Ну, вот. Сейчас мы с вами со всеми разберемся. Вот, яростью. Все, яростью у вас появилась. Интересно. Подбежим, чтобы он дальше не бежал. И разберемся с тобой. Ну-ка, ярость. Насколько больше урона будет? По четыре уже. Так, посмотрим, как это работает. А, а. Не-не-не, тогда под пустым ходом. Ну-не, ну не на моего волка. Ну-не-не, ну за что? Бедно, безобидно волчил. Вот, блин. Он еще выше в избой. Он не стал вот так, вот так, вот так, вот. А здесь, во, я не потерял волка. Блин. Не трогай моего волка. Говядин. Отойди от него. Во. Еще ярость накинулась. Вот в чем сел кабанов. Я, я уж лучника подставлю, я не хочу терять волка. Так, ну, получай уже. Это ты получай. Так, кто сходит в следующем, хорошо. Я даже вот этим бойцам бы подбежал, а он так не придется делать. Надеюсь, слово, слово ком все будет в порядке. Специально поближе подбегу. Так, тут и дальше разберемся с тобой. Конец. Ну что, волк, поможешь? О, накинулся на него. Красавец. О, можем подбежать, взять копье, шиндерахнуть, так и дону. Так, еще и навести. О, да. А может, нет, получится, вот. Хорошо. Это может на волка накинуться, блин. Надеюсь, ты не будешь вытрубить. Хорошо, красава. Нет, 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 волк. Уфу. Слава богам, волк, остался жив. Во. О, нетушка, кабаны еще от меня сбегают. Мы сами начали все это заварушку. Так, кто у нас еще не ходил? Вам. Так, лучник, давай. Вся честь достанется тебе. Прямо наводочка. Во. Так, чиним, конечно же, исцеляем. Во. На волка использовать зелье. Так. Шкурки мы точно возьмем, клыбки мы возьмем. Что мы можем еще унести? Получается, в принципе, все ему. А, нет, не все. Так, продолжить. А, это был... А, это были просто дикие звери. Тогда устроим привал. Он у нас не нападет тут? Ну-ка. Использовать? Нет, угроза нет. Замечательно. Ну, тогда кушаем остатки. Свинина. Ну, тут все одинаково весит. Ну, скушайте побольше. У нас будет еще много еды. Блин, надо. Это лошади нужное. Очень нужно. Так, хорошо. И выплатить жалование, конечно же. Все. Отдыхать уже не надо. Ну, что ж. Ну, рассаде крыс. Логово крыс. В отвратительной жире. Почву, содрогая. Посмотрим. Тоже элитный босс будет. Логово крыс. Берите, красивый королеву, чтобы закончить бой. Хорошо. Вот оно. Ага. И много чумных крыс. Нам потребуется лекарство. Почему, и судя по всему. Хотя, сколько урона вообще крыса будет наносить. Накинемся все на главного. Капитан, своим деянием он получает очка навыка. Хорошо. Ну-ка, посмотрим. Поскольку урона по два. Не критично, вообще. Но лихорадка, это, видимо, такой дебаб будет накладываться. Тоже лихорадка. А вот нам, собственно, и потребуется лекарство. А, если это навсегда. А, может, она капает. Ну, сейчас посмотрим, как она будет работать. Так, надо бы я на тебя. Вообще, надо было навалиться. Тут ее вокруг защищают постоянно. Попробуем побежать ближе. Чумной нарост еще. А, надо и чумной нарост уничтожить. Ага, я понял. Уничтожить можно больше чумных нарост, чтобы добыть химический реагент. Нет. Сейчас выполним то, что касается задания. Так, отравление. Да, яд на крысу. Замечательное бешенство. Да, ты так как-то генишь. Хорошо. Наша задача состоит в том, чтобы убить королеву. И не будет больше других крыс. А потом, может быть, нам квест так засчитают. Не знаю, как тут это работает еще. Тут не подойти бойцом особо. А, опять, может рикошетнуть. А так. Ммм, и так, и так. Ммм, ну ладно. Окружим тебя и добьем, а потом остаемся всеми твоими детенышами. Но чума очень страшная болезнь была. Особенно в те времена не было противоядия. Как сейчас. Люди умирали пачками целая города. Волк, вот пошел туда, куда не надо. Ну-ка, как ты будешь ходить? О, не. Это призыв какой-нибудь, наверное. Да, да, выводки, выводки. У-у-у, ярость. Сейчас мы добьем тебя. Так, кто у нас ходит? Начинает снова раунд, но я понял. Я... А почему я не могу шиндрахнуть королеву? Ага. Потому что я повязан в бой. Логично. Воодушевимся. Преса тратить удар. Ну-ка, заставляем вступить. Надо было сразу накинуть, вначале насмешка, а потом долбасить. Бросал логово, крыс нас забивают. Как только могут. Блин, опять на это приключится. Хорошо, добьем. Не дает нам накинуться на королеву. Во, дает. Хорошо. И бешенство. Получаю. Волк не умри там в попытке убить этот чумной нарост. Яд, яд. О, получится вот так побежать. Что ж. Получаю еще отравление. Настоящий под мой убьем. Но, опять не хочется терять волка. Надеюсь, с ним все будет в порядке. Целую толпеньку из всех нас в бой повязывают. Не дают. Но вот я бы стрельнул лучником на этот раз. Надеюсь, хоть тут вероятность будет на моей стороне. Хорошо. Слишком жестко и удароватно, рискуем. Хорошо, очень хорошо. Наконец-то вероятность на нашей стороне. Все. Как раз, обедут в панике. Так. Зараженная кровь. Заинтересователь очистителей. Чумная кожа. Не, я бы не стал это брать. А вот зараженный мозг. Это как трофей. Хорошо. Конечно, мы чинимся Ранение Ага Сейчас посмотрим, повышаем Лена еще рыбается активно Это у нас лучник Все-таки, ну, критичный Ну, ладно, возьмем Хорошо Так, изучить Тут из разрушителя Пока еще не можем Так, возьмем телосложение Тебе, конечно же, у нас танк и капитан Так, да Ну, можно еще унести с собой Потому что по цене Будем смотреть Возьмем, в принципе, все Да, все помещается Все, мы выполнили этот квест Зачистили его Жднемся по сторонам города А что значит ранение? Я как-то понимаю Ага, отрубается Надо вылечить До следующей стены В противном случае Он будет заражен Обработать чему Давай попробуем Еще раз А еще раз О, сработало Хорошо Мы работали тебе рано Ну, что ж Двигаемся в город И конюшнем Возьмем Посмотрим, сколько будет Пошадка стоить И возьмем И затем Посмотрим, что у нас Тут логию бандитов Конечно, хотелось бы Чтобы можно было Как-то быстрее перемещаться Но пока такой возможности нету К сожалению Вот наш параметр усталости Можем еще, кстати, изучить навык Влияние на меня Свод Грузоподъемность Да, во имя денег Это все мало А вот это интереснее И бег Рацион Давай возьмем Бережливость Здесь процентов Не то, чтобы много Но экономия Это всегда хорошо Все, что касается денег Так, ну почти Прибыли Отойдем в город И будем продавать Все по мелочи Интересно Ученые Ученые Это, конечно, заинтересуются Может быть этим Но лучше это продать сейчас Забрать награды Что-то у тебя еще есть Легкие Доставить сообщения Но не особо хочется Нет, с этим разберемся Потом выполним Вначале вот те квесты Которые доступны Так, поговорим Так что Возьмешь у нас Остатки Красятинку Ну, попробуем это продать Дорогом Посмотрим, будет ли Отличаться цена Целителю нашим Вот все-таки Химический ингредиент Так Так, 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 так Ну, в принципе, пока все Можно же Цена-временно снижено Украсть Отлично Спасибо за хавчик Выйти Поговорим с тобой Ну-ка Нет, ваше самое Ладно Так, уйти Нет, мы еще прикупим Лекарства Вот И попробуем Сами скрафтить Подтвердить Вот Крафтинг Конечно Хорошо Все Так, выйти Выйти Так, ну что ж, ребятки На этом мы закончим Эту серию С вами был я Рик Плей Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Комментируйте Всем пока И хорошего Новогоднего Настроения Субтитры сделал DimaTorzok